Портрет потенциального новобранца военкомата и представители воинских частей составляют заранее. Поэтому заочное знакомство с вооруженными силами для большинства призывников началось несколько месяцев назад. Если указ президента выходит, как правило, в августе месяце, то вся работа начинается в военкоматах еще в мае месяце, когда повестки отправляются по местам учебы, по местам работы для вызова и уточнения личных данных и сведения о призывниках. Повышенное внимание проявляется к здоровью призывников, прежде чем встать в армейский строй в конкретной воинской части. Каждый новобранец проходит тщательное медицинское обследование. Сама военная служба подразумевает особые физические нагрузки. И человек, неподготовленный с какими-то особенностями здоровья, он просто может не выдержать военную службу. А нам нужны здоровые, крепкие и защитники, и граждане. Преподаватель лингвистического университета Антон Маковский в повестке в военкомат не удивился. И все же признается, что немного волнуется перед новым жизненным этапом. Понимаю, что служба в армии – это гражданский долг каждого мужчины, живущего в Республике Беларусь. И, в принципе, это важный этап для каждого мужчины. Своеобразный обряд инициации, который должен пройти он. В армии преподаватель Маковский намерен в первую очередь учиться. Я наслышан про армейскую дисциплину, и порой мне ее, честно говоря, немножко не хватает. Я осознаю, что иногда сложно встать когда-то утром, сложно прийти вовремя на какую-нибудь встречу. Возможно, эта служба в армии поможет мне развить такие личностные качества. В ближайшие две недели новобранцы пройдут курс начальной военной подготовки. 10 декабря они примут военную присягу. Иван Михайлов, Наталья Гаврусик, Александр Питкевич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok